Продолжаем проходить атомный хер. За предыдущую серию я, конечно, сильно бомбил и жаловался на геймплей вот в этом месте, в этом гробанном лимбо, но в целом проблема-то всё-таки была скорее во мне, потому что вначале мне показали инструкцию, что нужно не сверху вниз по этим дорожкам скользить, а снизу вверх, но я её благополучно забыл сразу же и продолжал сверху вниз падать, потому что... находиться снизу для меня это на автомате означает падение вниз, я уже привык в подобных других играх, платформерах и всяком прочем, что если бегаешь по стене, то нужно бежать сверху, а не снизу, понимаете, и те же некоторые игры, где есть бег по стене, а здесь бег по стене, как видите, это весь геймплей получается, всех этих дорожек, всего этого трека, который мы прошли, да. И вот когда я вчера, собственно, занимался закатом, сбором всех яблочек на всех вот этих вот трассах, я с управлением, и там всё вполне легко играется на самом деле, только вот эти вот вращающиеся купола дурацкие всё ещё очень сильно мешают и раздражают, да. Ну ещё наша жена, естественно, которая вместе с нами тут летает, я что-то тоже в упор не заметил, что это именно она превратилась в эту полимерную соплю, которую мы как раз таки видели и в первом DLC, и теперь всё понятно, я просто смотрел немножко в другую сторону и не заметил это в упор, эту её трансформацию. Она тоже постоянно тренит, конечно, раздражает, но всё равно, в целом, я слишком как-то критично отнёсся к этому DLC пока что. Главное, что она выглядит интересно, играется, если привыкнуть к управлению, тоже вполне себе нормально. И детали, в принципе, неплохие тоже, и наша жена рассказывает всякое, и в компьютерах имеются её диалоги, где она разжёвывает нам происходящее немножко, но я тоже за кадром всё послушал, конечно. Ну и кроме того, я смог собрать очень много яблоков и выбить себе всё самое лучшее. У меня имеется теперь один дополнительный навык стрельбы заморозкой, только мы теперь стреляем пузырями вместо, собственно, заморозки или кама, или чего-нибудь ещё. И только два, вернее, три прокачанных оружия. Топор, автомат и дробовичок. Я только не пойму, почему у нас оружие, ну как всё-таки трясётся. Видите, это вот дын-дын-дын-дын-дын, какие-то вот гличи постоянно происходят. То ли это из-за высокого FPS, то ли ещё из-за чего-то. Но, с другой стороны, это же всё у нас тут чудие такая местная, поэтому... Чего удивляться, что здесь всё действует не так, как должно действовать в реальном мире, правда же? Ну а сейчас там будет очередная битва с боссом, да? Ну а сейчас я пожалею, что отозвался хорошо об этом аддоне, сейчас меня снова замучают. Ну, впрочем, посмотрим, чё у нас тут, какой-то тир. Эм, подружка не хочет объяснить мне ничего, я тут никуда не заходил, собственно, поэтому никакие катсцены тут не проигрывались, ничего не происходило. Но пока что меня чё-то сюда не пускают. А, вот оно что. Любопытно, но что я здесь делаю? Просто набиваю очёчки, почему бы и нет, я же зачем-то качал себе автоматик, так сказать. Видите, у меня максимально бойма там, я не знаю, скорострельность, наверное, тоже прокачана, потому что вроде бы я его прокачал, но мне не сказали, что именно у него прокачалось, поэтому как-то хз. Да, у нас имеется таймер, но не имеется никакого показа того, что мне нужно собрать вообще. Сколько мне нужно очков набить-то? Тысячу, миллион, сто, не знаю, хрен его знает. Да мне, в принципе, влом парится. Я в такие вот тиры никогда не любил играть в играх. Там, в сталкер тоже был похожий тир, он меня вообще раздражал. Тандемский полтора патрона, и тебе нужно сбить 50 тысяч целей за эти полтора патрона. Такойся, конечно, это в чистом небе было имеется в виду. Да и вороны эти на базе бандитов тоже такая хер, блин, по ним хер попадешь еще. В общем, полная охренотень. А, то есть типа тебе можно зарабатывать яблочки или что? Или я заработал уже яблочки? 130. Ладно, в принципе, хрен с ним постреляли и хватит, пошли дальше по сюжетцу. Я ведь, опять же, не изучаю все в кадре, понимаете? Только самое интересное. А вот тыкаться в каждый угол, это бессмысленно. Зато вот, кстати, я не заметил, что вот эти ящики, они все тоже интерактивные. Из них можно выбивать яблоки, правда, не из всех, к сожалению. А вот из вот этих вот можно, собственно, на манеру Марио выбивать яблоки только прыжками не снизу вверх, а сверху вниз. Прикольно, конечно. Я смог собрать очень много яблочков, собственно. Собрать уже почти все апгрейды, которые я только хотел. На. Единственное, что мне теперь не хватает, это вот какой-нибудь второй полимерный навык, собственно. Хотя второй навык там только один, это полимерный щит. То есть у нас только два навыка здесь может быть, к сожалению. То есть всё ещё более скудно, чем в первой игре в этом плане. Ну, допустим, допустим. Ну-ка, что у нас тут? Какой-то ассортир, в который нужно зайти. Ну-ка, сейчас посмотрим, 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 собрать ещё яблочки. Хочется ещё разок куточку крутануть там, в казиношке, хотя вроде бы я уже набрал яблочки. Ладно, хрен с ним. Поехали дальше. Это была только первая часть, по идее. Так, тфу, ебучие пироги, два момента, я всё вспомнил, и я не родной. Тфу, ебучие пироги. Два момента, я всё вспомнил, и я не родной. Ебучие пироги... что? Давай признаем, что мы оба чудовища, созданные в лабораториях предприятия 3826. Мы нужны друг другу, но нас уже нет три года как. Да как ты? Тебе может подольше тут побыть, да получше всё вспомнить? Просто факты. Поняла. Но мы же идём наверх, чтобы выйти из лимба. Правда? Ведь правда? Прикольно. Кажется, Нечаеву тоже начинает надоедать вся эта хрень, правда, со всеми этими воспоминаниями. Может, ему тоже, наконец-то, захочется отпустить свою гробанную жену и просто жить новой жизнью, потому что её, скорее всего, уже не вернуть. Так, мы сейчас, получается, оказались в каком-то хабе, видимо, да? Вот я показываю, вот видите? Хм. Я охренительно постарался, правда, я собрал 1791 яблоко, почти что все, короче, собрал яблоки. Только осталось тут 9 и 12 штук, 21 штуку не собрал всего-то. Но монетки я особо не старался собирать, потому что мне неинтересны все эти скины на оружие. Ну-ка. Ну таки да, судя по всему, у нас будет сейчас такой же геймплей, правда. Вот у нас были горки в начале, теперь будут горки. Опять только будет меньше монеток, вернее, больше монеток и меньше яблоков. Третий геймплей это какой-то сортир с вишенками. И с гусём. Чё-то это подобрительно как-то. Кстати, да, мы же в первом DLC этого гуся, собственно, никак не раскрыли. Мы с ним не общались, не сражались, просто он там бегал на фоне и матерился за нас. Видимо, он просто какая-то пасхалка. Ну-ка. И также имеется ещё два дополнительных участка. Тут уже нужно будет платформиться, видимо, да? Тогда поехали платформиться, в принципе. Мы уже поскакали немножечко по этим всем горочкам. Нужно что-то разнообразное найти. Но, похоже, да, мы не закончим этот DLC за три серии, как первая, скорее всего. Ну всё, не тупим, короче. Двигаемся, двигаемся. Показываем чё-нибудь интересное. Ну всё, лимбануться можно. Просто выберись отсюда. Найди меня и кольца, ладно? Да, такой план. Ты прости, я... Я просто отвык от всех этих муси-пуси и прочих нежностей. Да? Тогда, значит, так. Собрался и шурую на выход, понял? Ха, вот да. Ну хорошо. Они переносят наши тела в исследовательский блок в кабинете Академика Сеченова. Что-то у них идёт не так. Ага, ну вот, главное, я наконец-то научился говорить. И это значит, что теперь будет ещё меньше разговоров от меня. Да, теперь мы снова будем тридеть тут, собственно, вдвоём, как с перчаткой. Только теперь вместо перчатки будет наша жёнушка. И все эти муси-пуси, как уже было отмечено. И говнище повсюду на стенах. Кстати, наша жена тоже сказала один раз, что тут повсюду облака в форме какашек. Так что это мне не показалось. Это реально говно, а не еда. Увы, увы. Хотя, может быть, разработчики намекают, что сладости это и есть говно. Потому что, сами понимаете, сладости вредны для зубов, для здоровья, вызывают там диабеты и прочие проблемки. Эм? Чё, мне нужно как-то сюда допрыгнуть, что ли? Чё-то не пойму. Или нужно вверх подняться? Поднимите меня наверх, поднимите, поднимите. Всё, хотел платформер, получая платформер. Видите, никакого больше раннера, скольжения и прочего. Просто прыгаем, бегаем. Другое дело. Где-то сенчиного там нет? Я же застрелил. Клянусь, я не собирался, но... Технически стрелял ты, но практически это был Харитон Родионович. Твою мать, Храс! Да, так корректнее. Ты, вероятно, уже не видел, но Храс захватил контроль над массивом, ну, Человеком Желе. Хотя убивать Дмитрия Сергеевича лично было для него роковой ошибкой. Тварь убила его? Технически, да. Только мы уже знаем, что всё, к чему прикасается массив, становится его частью. Или я ещё не говорила, а? Катя! Эй! Кстати, её записи на... Это у нас там, на терминалах, которые можно найти. В конце прерываются фразой «Ой, кто-то идёт». Интересно, к чему это было. Её кто-то подловил, она больше не может записывать записи. Хотя нет, кажется, может, вот они, новые записи, собственно. Правильно говорить, Храс, один стоял до конца, другая физика. Ну, собственно, я-то не начинал слушать с самого начала, поэтому нет смысла делать это сейчас. Тем более, что это просто побочная информация. Самую важную до нас она всё равно донесёт, потому что она здесь с нами летает. Кстати, где она? Она же обычно следует за мной, за моим курсором. Это сопля наша прозрачная. Но пока что её что-то нету. Допустим. Блин, вот эти вот копипастные дома, конечно, раздражают. Они такие одинаковые, каждый раз там ничего нету интересного. На хрена, что поднялся вообще спрашивается. Ну-ка, едем сразу же дальше. Под весёленькую музыку. Кстати, у меня там радио включено. Нет, радио как раз таки... Нет, оно включено, включено, да. Причём у нас вся музыка, это именно что радио. Потому что если его выключить радио, то музыки тупо не будет. Вот и всё. Странное, конечно, решение разработчиковское, но допустим. Ой, блин. Не, ну это, конечно, вообще какой-то PCS. Тут надо заниматься, блин, каким-то этим самым... По пикселям точным прыжком, видимо, чтобы попасть с одной балки на другую. Ничего себе, конечно. Сейчас я буду скучать, да, сейчас я буду скучать по гоночкам. Кошмар какой-то. Ой, я нечаясь сейчас будет себя ругать ещё постоянно. Замечательно. Мне хватает того, что я сам постоянно себя ругаю. Не надо ругать тебе ещё и тебе, и себя, собственно. Вот. Видите, управление здесь на самом деле настолько классно, что можно в любую секунду тупо развернуться и собрать все опущенные яблоки. И подлететь в любую секунду, и вернуться в любую секунду куда угодно. В общем, классная вещь на самом деле. По этим горкам очень легко кататься, если бы я просто понял управление, и всё. Но, к сожалению, я тупил, тупил, да. Извиняюсь, каюсь, конечно, безусловно. Можно было бы делать лучше. Можно было бы играть и лучше, имеется в виду. Вон, появились эти роботы, собственно. С... из начала. Возможно, будут все остальные версии роботов тоже такие пряничто-конфетные, да? Допустим. А, кстати, да, чё я возмущаюсь звуку стрельбы из автомата, если это автомат тоже из пряничков, и даже прикольно вкусненько хрустит, когда мы меняем его магазин. Это всё здорово. Я, блин, только расстраивался от предыдущей серии. И я тоже смотреть на всё с позитивом, конечно. Вот чё-то подобрал монетку, что ли, скорее всего, золотую. Всё. Ладно, класть на неё. Я уже купил-то пару скинчиков для галочки. Вверх, твоя память будет возвращаться всё быстрее. Ты можешь даже находить её осколки. Интересно. Как их отыскать? Ищи ракушки. Это то же самое, что щебетари. Прислоняешь её к уху, а там море поёт. В общем, не знаю, это твоё восприятие мира, не моё. Мне птицы приносили письма с записками из прошлого. Там было много интересного. Школа, балет, свадьба. В целом-то я память не теряла, но было приятно. Я вот уже хочу потерять память об этом вот всём, что мы сейчас проходим снова и снова и снова. Вот, зацепился тут зачем-то этот край. Просто капец. Я провалился там сквозь платформу, теперь меня телепортировали обратно сюда, и нужно заново проходить через эту странную дырку, точно на странную балку. Там нельзя было платформу поставить и не в странную эту балку. Всё, сейчас будем опять бомбить, опять будем злиться, видимо, да? Всё, веселье кончилось. Зря я начал хорошо отзываться об этом DLC, честно, опять меня задолбает, правда? Ну, посмотрим, посмотрим. Ну-ка. Вот видите, вот чё это такое, почему я тут проваливаюсь? Кто тут, никто не дизайнил, что ли, не тестировал, когда они продизайнили этот гробаный уровень? Что за фигня? Если я проваливаюсь, значит все остальные игроки тоже будут проваливаться. Хотя я, конечно, не смотрел чужие летсплеи и не спрашивал, кто там как играл, проходил эту игру. Может быть, у меня одного такие проблемы, потому что я такой вот особенно отсталый. Боже, и первый осколок памяти. Похоже, такой чудной. Давай слушать. Чёртов единорог, чуть жену не раздавил, зараза. Ах ты ж! Ты что, заснула? Чё стоишь как вкопанная? Он же тебя не видит, ты у него под ногой. Я... не знаю. Потерялась на секунду. Что случилось? Твою-то мать! Открытие! Бегом! Актипом открыть огонь! Отряд избегать прямой видимости! Блесна! Что с ним? Без сознания! Держись, родной, держись! Блесна! Назад! Тащи его в другую сторону! Гроб отыщет тебя! Аккуртас, ну перехват, живо! Так, но это уже интереснее, по крайней мере, это воспоминания наших главных героев, а не всяких рандомных ноунеймов. Но с другой стороны, воспоминания всё то же самое, что вполне было ожидаемо. Про войну, потому что чё ещё было в жизни у наших персонажей, кроме сраной войны, правда? Потому-то мне ему сложно симпатизировать, потому что ничего они из себя не представляют. Очередные типичные сраные военные. Что наш главный герой, что его жена, что его тёща. Все из одного теста, что называется. Не самого интересного в качестве личности, что называется. Да уж. Так что, хз. Были бы они какими-нибудь творческими личностями, интересными и уникальными, а не просто очередными клишированными вояками, кто там клишированно орут на своей клишированной войне, может быть, было бы интереснее. Так, где тут зацепиться? Как тут зацепиться? За что? Кнопочку, пожалуйста, там вот такое дело. Коллектив ещё не запущен. Солдаты пытаются понять, что произошло. Но тело Сеченова, конечно же, не нашли. Уверена, что скоро всё будет нормально. Дмитрий Сергеевич не даст этому хразу победить. Только не в собственном массиве. И уж тем более не в Линьбо. Кстати, да, в одном из воспоминаний она упоминала также и тех, кто подох с помощью всего этого полимера, то есть молотов и этот шток Хаунзер, что они могут быть здесь тоже победить. Но я нечто подобное, конечно, ожидал. Хотя, возможно, просто неправильно понял. Ну-ка, чё, нужно здесь цепляться, да? Цепляться, туф. И лезть теперь заново. Да, декорации, конечно, всё очень симпатичные. Хоть, правда, мне не очень нравится тема того, что они изговнячили еду, буквально в смысле, что тут одновременно еда и говно, поэтому особо как-то, знаете, аппетит не возбуждает ощущение того, что здесь кучу говна навалили. Да уж. Вот интересно, как мы там перезаряжаемся одной рукой? Сменяем как-то магазин, совершенно невидимо. Ну, раз оно невидимо, то можно это и не прорабатывать. Правда, как-то вот сменяем просто хрусть-хрусть, и новый магазин уже на месте. Ну-ка, чё теперь? Ох. Лезем на какую-то циркушку очередную пряничную. Чё-то место, конечно, тебе красиво выбрали, тут тень. Лучше бы на солнышке было бы, где ярко, светло, а не в тине и непонятно чего. Ужас какой-то. Ну-ка. Но ничего, музыка такая лёгкая, расслабляющая, хотя есть пара таких неприятных песен с какими-то дурацкими стонами, я уже говорил, кажется, это... Дело Сеченова поглотил человек желе. Значит, Дмитрий Сергеевич тоже где-то здесь? Не совсем, но теперь академику будет легче сюда попадать. Он выходил в Лимбо через волны моих маяков, но теперь ему посредник не нужен, и скоро он обратит на нас свой взор, когда разберётся с Хразом. А он прямо разберётся. Сейчас вспомнил. Он разговаривал со мной в Лимбо. Мол, ты воин науки, Ванзи говорит свой клинок знаний в висок капиталистической бюрократии. Билиберда. Билиберда? Вряд ли. Ты, конечно, тот ещё воин науки со своими пирогами. Но у Дмитрия Сергеевича никогда не бывает просто так. Но я постараюсь материться поменьше. Было бы здорово, Нечаев. Ха. Да зачем? Чтоб было всё так же стоимо, как в других произведениях, где персонаж боятся лишний раз сказать слово Дэнн или ещё что-нибудь там более жёстко, типа Хэл. О, нет, это настоящее ругательство, конечно. Да пускай поматериться. Мне нормально, в принципе, для разнообразия. Так уже надоело, что все лишние разы сдерживаются ради, блин, детской аудитории. Что-то смешно от этого всего. Кстати, да, в этих орешках же находятся ещё ништяки тоже. Я вот на прошлой арене это не заметил. Чё, блин? А-а-а. Тут Азарена, оказывается, буквально. Думаю, сейчас подниматься будем дальше. Но нет, будем воевать, собственно. А хотел воевать, вот, получи войнушку. Вместо попрыгушек, вместо покатушек. Здесь, кстати, играет уже музыка, которая не в радио. То есть она только на аренах включается. Так в основном будет сплошная тишина. То есть, опять же, я поюзучал за кадром малость. Но всё-таки не разведывал, что находится впереди. Поэтому всё для меня будет сюрпризом. Все мои предыдущие мучения будут совершенно честными, естественно. Зато я, кстати, прокачал себе максимальное здоровье. Все три апгрейда смог выбить. Которые, собственно, в казиношке выбиваются. Поэтому теперь, как видите, я максимально живучий. И мне уже ничто не страшно. Тем более с бесконечными-то патронницами. Ну разве что, да, наверное, стоило всё-таки с 2 века стрелять. Блин, автоматом-то я не пользовался, потому что патроны там требовали редкий ингредиент, химию в основной игре. А сейчас, наоборот, можно пользоваться им сколько угодно. Потому что патроны-то бесконечные, играть тут ничего не нужно. Максимально казуальная игра, по сути. Вернее, вот этот вот DLC имеется вот конкретная. Хотя игра тоже в целом казуальная. Если ты используешь звёздочку или какие-нибудь другие имбовые механики. Мне там один чел в комментах постоянно пишет про револьвер, про апгрейд пистолета, что он будет револьвер, будет мощный. И неинтересны пистолеты. Я понимаю, конечно, что это, наверное, охренительная имба, но мне неинтересны пистолеты вообще никакие. Ни пистолеты, ни револьверы я никогда не использую. Я всё время беру как минимум дробовик и автомат. И всё, и более мощные пушки, соответственно. Неважно, какие там крутые могут быть пистолеты. Это всё ещё обычный маленький пистик смешной. Не, мне хочется стволы побольше. Вовсе ничего не компенсирую, естественно, да. Хе-хе-хе. Ай. 290. Каждый раз требуется, естественно, всё больше этих яблочек, но в принципе мне уже ничего не нужно, я всё выбил. Буквально на сейв скамил, между прочим. Просто вы же видите, что нас сохраняют прямо перед лутбоксом, поэтому можно сразу же это самое поиграть в казиношку. Иногда здесь выпадает ничего совершенно, то есть три крестика. Профукиваешь свои яблочки. Но тебе ничто не мешает тут же загрузиться и попобойте ещё раз, пока ты не выбьешь то, что тебе нужно. Ой, кстати, да, ещё один проход в виде женского полового органа, естественно. Потому что у нас тут символизм какой-то. Не знаю, правда, к чему этот символизм, как-то из ниоткуда он берётся. Но, допустим, может быть, разработчикам просто хотелось так смешно пошутить на эту тему, типа, хе-хе, смотрите, органы половые, г-г-г-г-г, очень смешно. Допустим. Я сам тоже не то, чтобы был очень оригинальным, правда? О, какие-то маленькие Леонида Аркадьевича в сомбреро из пончика, забавно. Они неубиваемые, но фиг с ними тогда. Тут теперь все анимированные, я смотрю, уже и скелетики тоже живые. О, и тут тоже имеется отдельная локация. Я даже не знаю, ходить ли сюда или нет, потому что, в принципе, зачем. Мне нужно идти по сюжету, а по сюжету, кстати, куда идти? Эм. Откуда я пришёл, секунду? Вот оттуда. То есть мне нужно идти вот сюда, скорее всего. Не, по крайней мере, теперь местность стала поинтереснее. Я вот только хотел сказать, что вместо того, чтобы оградить всякие гонки, разработчикам стоило взять вот такие вот красивые города, вернее, красивые острова с домишками и сделать из них целый город. Расставить там роботов, чтобы можно было красиво так всё изучать, бегать тут, собирать яблочки, спрятаны вот во всех вот этих вот тоже домах. Но, опять же, сейчас я не буду это всё делать, потому что мне уже ничего не нужно, у меня уже все апгрейды куплены. Но, в целом, да, это было бы здорово. Чем гораздо лучше, чем все эти гробные гонки проходить по полчаса. А вчера я провёл, собственно, часа, наверное, два с половиной, пока я перепроходил там всё это дело и собирал каждое яблочко. И то, вон, как видите, успел упустить целых там 20 с чем-то штук, получается, да? Но ничего, всё самое вкусное уже есть. За того, что разработчики ограничили количество оружия и навыков, даже париться не придётся и пытаться выбить всё, правда же? Ну да, яблочек становится всё больше и больше и больше, чтобы можно было чаще крутить эту гробанную казиношку. Снова этот кот. Это же кот, по сути, этого самого храза. Да-да-да. Прямо только что я подумал об этом, и сразу же Нечаев сказал про эту кошку Харитона. Я считаю, что скорее разум и память Харитона Родионовича все эти годы были в заложниках у храза. И это ещё вопрос, с кем именно общался Дмитрий Сергеевич все эти годы? Монопененструально. Я не про это спросил. Чего? Да ни один ли хер, Кать? Что храз, что сечен. Они же просто манипулируют людьми. Ты меня не слушал или я ещё не говорила? Нет, Дмитрий Сергеевич спас нас. Это просто новая грань науки, то, почему мы с тобой живы. И себя я чудовищем не считаю. Тебя тоже. Но вот ту часть мозга, которая тебе заменяет нейрополимер, надо бы уже чем-то наполнить. Вот завелась. Ха. Ладно, согласен. Мало знаю, не всё помню. Поговорим, когда вылезу отсюда, идёт? Так, так, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что в одном из тех аудиодивидиков, которые я пропустил, нам, собственно, наша жена объясняет значение этих бета-коннекторов, этих обручальных колец. Это были, оказывается, не кольца, конечно, Петрова и его, собственно, супруги. Это были кольца нас с нашей женой, которые были заготовлены, собственно, сеченом, чтобы мы с женой могли его оберегать, быть его телохранителями в отрыве от коллектива, собственно. Ну, как мы уже знаем, собственно, для чего нужны эти кольца, изолирующие носителя от коллектива, от его влияния и слежения. Так что, вот, конечно, стоило бы всё это, по идее, записывать. Но, блин, в том-то и дело, что тыкаться в каждый угол, каждую радиозапись включать, это слишком муторно звучит. Тут тоже, как видите, приходится замучиваться. Ага. Всё те же элементы, просто перекрашенные под вкусненькие прянички, из-за этого, конечно, можно немножечко пострадать. Хорошо, что здесь есть сохранение. Спасибо большое за чекпоинты. Прям просто обожаю, когда их ставят на каждом шагу. Ой, особенно в такие моменты. Ну-ка. И ещё один рывок. И стопчем ещё один пряничек нашим волоснёй, чтобы нельзя было после этого его кушать. Ой. Красиво выгнул, как раз таки, вовремя и удачно. Замечательно. Но пошла опять копипаста, к сожалению. Снова тот же дом, введенный в 50 тысяч раз. Почти что-то тот же самый. Снова просачивается в него реальность. Снова всякие реальные записочки. Мм? А, там телек играет, собственно, поигрывает, собственно, все эти мультики, собственно, с навыками, собственно. Нам мне уже ничего не нужно, всё есть. Так здорово, можно расслабиться, тупо идти вперёд и не беспокоиться, не подгорать лишний раз. Мм? А в тебе есть что-нибудь или ты просто препятствий, теперь чемодан? Видимо, ничего в нём нету. Ну хрен с ним. Да. Пока что мы всё ещё, как видите, узник Лимбу на долгое время. Хоть там и разъяснять всё происходящее, но всё-таки ничего не происходит, к сожалению. Никто к нам не приходит, никакие Сеченова, Молотова и прочее. Просто вместе с нашей женой, что бегали в прошлой серии, что бегаем в этой, что будем бегать в следующей, скорее всего, да? О, это прям как на той подводной лодке, где были всякие эти самые ракеты-торпеды. Но опять же, мне всё равно понравилась Лимба из основной игры, в первую очередь. Там было очень красиво, вот этот стоп-кадр этой войны мультяшной. А-а-а-а. Нихрена, я, конечно, красиво полетел, да. Главное, так красиво не залететь куда-нибудь на предыдущую арену, где я уже был. И тут всё пораставили так. О, кстати, можно, по идее, тут скипать с таким вот прыжком вверх, арбузить, по сути, эти палочки. Ладно, не буду, всё-таки не буду. Это что у нас, тифтели какие-то из карамелек? Или из говна? Лучше не вздуматься, что здесь съедобное, а что нет. Хорошо, что мы здесь ничего не едим, правда? Возможно, что вот это всё это тоже говно, а вовсе не шоколад и сгущенка. Скорее всего, да, разработчики могут так пошутить. Ты продолжаешь побеждать, но скоро тебе придётся встретиться с самым сложным соперником. Самым сложным соперником? Это каким, интересно? Что у меня было самое сложное в основной игре, я уже успел подзабыть. Мммм, аммм. Да нет, там вроде бы всё было достаточно просто. Я только в начале игры подыхал немножечко, а в дальнейшем всё было просто халявой. Единственное сложное было это вот освоиться с управлением на вот этих вот гоночках. А, хотя я догадываюсь, что там будет. А будут, скорее всего, вращающиеся купола, да? Это вот будет самое сложное определённое. Они, блин, меня выбесили даже при вчерашнем перепрохождении, потому что они всё равно тебя забрасывают. Ты не можешь никак предсказать, как от них уклониться. Заранее предвидеть, что как ты к ним подъедешь на большой скорости, сможешь ли ты уклониться, проскочить между этими куполами или нет. Блин, как же они бесит, просто ужас. Надеюсь, такого больше не будет, очень надеюсь. Конечно, скорее всего, вся следующая трасса во второй главе покатушек будет такой же. В чём я побеждаю? Просто карабкаюсь уступ за уступом. И что за соперник? Ха, я не слышала это имя уже много лет. Это хороший подход к делу. Просто карабкаюсь шаг за шагом. Но ты лезешь не физически. Твой разум возвращается в первоначальное состояние. В детское? Не надо. Я был глуп и упрям. Это определённо прослеживается до сих пор. Да не в детское. Я постараюсь открыть проход раньше, чем ты начнёшь обухлить и просить сиську. Дерзкое. Мне даже нравится. А то родной, родной. С кем придётся столкнуться-то? С... эм... С... самим собой, как я и говорила. А, то есть опять будет битва со своим тетевым клоном, с допинг-гангером, да? Как в подобных играх, типа, в Обливионе было такое. Было особенно неприятно, знаете, в Обливионе, на дрожащих островах, вот, прийти туда ультра-перекаченным и ставиться с таким же ультра-перекаченным собой, который может тебя самого разнести, твоими же собственными приёмами, твоей же собственной атакой, защитой и всем прочим, да. Вот это была полная жизнь. Секундочку. А, вот куда мне нужно. Так, вообще тема довольно прикольная, что мы будем восстанавливать таким образом свой разум, проходя всё эти испытания, потому что, опять же, напоминает Алису от Американомаги, где там тоже Алиска пытается выйти из своей комы в психушке, проходя, собственно, события первой игры, и затем во второй игре разбирая всю ту грязь, которой ей залили рассудок всякие нехорошие врачи. Поэтому, да, тема прикольная. Чувствую, что ты не зря занимаешься всем этим, и каждое твое действие восстанавливает твою психику на определённую микродолю процента. Ну, или это просто такая вот отмазка, попытка присовокупить геймплей к сюжету. Понятное дело, что всё это совершенно бессмысленно, всё вот это вот брождение, в нём никакого толку нет, оно могло бы быть как длинным, так и, собственно, коротким на 5 минут. Ничего бы особо не изменилось из-за этого. Ага, ну да, да, вполне логично, что нужно будет подсюда сваливать, это было просто бонусное место с дополнительными ништяками, которые мне, в принципе, не нужны, у меня всё есть, главное выжить, 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 выжить и выжить всё из этого DLC, естественно. И себя тоже все стуки выжить, пытаясь это всё дело пройти и не бомбить. Благо, что теперь за меня бомбят главные герои всё равно. Наша жена бомбит на нас за то, что мы такой тупой, быдло-даун, зачем она вообще за нас вышла жаму, спрашивается. Не могла себе найти какой-нибудь очкастого интеллигента, сидящего там в разведке или чём-нибудь ещё, какой-нибудь программист военного. Нет, блин, вышла за быдлона и теперь жалуется, что он быдлан какой-то. Тоже мне, блин, спрашивается. Сами выбирают, кого попало, потом жалуются на свой выбор. Вот, блин, женщины, конечно, ужас какой-то. Ой, не-е-ет, бдуф. О, хорошо, что здесь хотя бы меня респавнит обратно, не нужно подниматься заново на всё это вот дело. Ага, покатушки, другое дело. Вот сейчас я буду кайфовать от этих покатушек, потому что теперь-то я с ними разобрался, теперь я знаю, что нужно снизу-вверху так красиво взлетать, через пол локации сразу на чердак, в душ, в душ. Через копию данных Дмитрия Сергеевича. Ей удалось выводить очень многое. Она же начальник связи. Так она и про атомное сердце знает. Тебе лучше сосредоточиться на том, что ждёт впереди. А что ждёт-то спереди? Нас впереди ждёт, очевидно, ещё много платформинга. Это ж только вторая глава из четырёх. О, видите, видите, пожалуйста, выпадает ни хрена. Но может при желании перезагрузиться, раз такое дело, мы ведь только что сохранились, и получить хрена, а не ни хрена, а то чё я на хрена спрашиваю, собирался эти яблочки, чтобы мне их тупо бесплатно отняли. Это в реальной жизни жизненно, да, что если ты просрал, то ты просрал, а здесь ты можешь проводить снова и снова и снова. Кайфово же, правда? Ну-ка, посмотрим, что у нас сейчас выпадет. Пистолета я не получал, да, потому что у меня, в принципе, не всрался. Ладно, пускай будет, так уж и быть. А чё это такое? Чё это за маленькая такая пимпочка? Это, блин, губная помада какая-то, а не пистолет. Курс какой-то. Наверное, если я его прокачаю, он тоже в револьвер превратится. Ну, вот и посмотрим, если я соберу яблочки необходимые. Пока что. Да, будем с этим пистолетом красиво скользить, короче. Нужно беречь бубенечки и не забывать. И Чаев про это постоянно напоминал, пока я там падал на всех этих трассах за пределами летсплея. Это последнее безопасное место. Скоро вся память резко вернется к тебе. Ты за то, чего ты не помнишь. Страх перед последствиями. Тебе предстоит справиться с этими эмоциями. Технически это даже полезно. Для профилактики. Хоть и не всегда приятно. Взрослые люди с таким сталкиваются. Время от времени. Ты меня как в школу собираешь. Ты выберешься и окажешься на челомее. Мы сейчас рядом друг с другом. Действую по ситуации. Главное найти кольца. Ага. Я серьезно, Сереж. Договор? Я, кажется, даже вспомнил, какая ты красивая, когда злишься. Я сейчас ругаться буду. Кать, договор. Последнее только скажу. Прости меня. Там в Болгарии. Это я должен был вытащить тебя. Живой. А не Кузнецов. И не два трупа. Так, я хотел сказать что? Хочу сказать, что меня сейчас тошнит от этих утрированных слащавостей, еще таких клишированных. Ты какая красивая, когда злишься. Ой, просто ужас. Нельзя было придумать что-нибудь более оригинальное. Хотя, чё я хочу от этих бэдлонов. Э, э, э. Ой. Ладно, не важно. Воюем дальше. Это ведь то, чего они любят больше всего, правда? Начинается снова процесс зачистки с музыкой от Мика Гордона, вроде бы, да? Этого композитора Дума. Но я, опять же, не особо кайфовал. Всё равно от этих новых Думов они мне не нравятся. Мне нравится только Дума 2003. Может быть из-за утяцца, может всё-таки из-за того, что это более интересная игра, где мы постоянно куда-то идём. Всякие коридорные шутирочки мне нравятся гораздо больше, чем аренные шутирочки, где враги без конца спавнятся из ниоткуда, и бегаешь на дом в том же месте, блин, пытаясь их всех расстрелять. Так, играет очередной ремикс какой-то классической песни. Выкручу самая сейчас, секундочку, громкость на минимум. Я, блин, ненавижу уже все эти песни, настолько они меня задолбали. Кстати, да, это же, кажется, заглавная тема Ивана Васильевича. Мне, конечно, нравятся эти некоторые советские комедии, особенно с участием Шурика. Но всё-таки я знаю, что прошлое нужно оставлять в прошлом, а не дрочить на него без конца, блин, с десятилетия в десятилетие. Да уж, я уже заманался реально слышать все эти песни, которым 50 тысяч лет, как будто за эти годы буквально ничего больше нового не придумали, понимаете? В нашей стране только постоянно переиспользуют, переиспользуют. Сильнее, чем из себя переиспользуют Соников с Гринхеллами, блин. Просто ужас какой-то. Ну, допустим, что поделать. Для кого-то это всё ещё приятная ностальгия, видимо, спустя миллиард тысяч прослушиваний. А у меня вот плейлист уже состоит из скольки там тысяч музыков, собственно, мелодий разнообразных. 20 тысяч или 30, я уже не помню точно, как у меня там мелодий, но очень много, короче говоря. И мне всё мало, потому что мне хочется как раз-таки разнообразия, мне хочется нового. А не одно и то же, одно и то же, одно и то же, одни и те же песни, блин, в том числе. Тем более, что их так много, столько всего нового и уникального существует в мире, столько всяких художников, композиторов, всех прочих, кто родится над уникальным контентом. Поэтому какой смысл без конца наярвать это одно и то же, если можно поискать что-нибудь новое, понимаете? Да уж. Кто-то, конечно, может сказать и про меня что-нибудь то же самое, типа, чё, тебе всё время символика Белочки Слэпи, не можешь найти что-нибудь другое? Нет, могу, конечно, и ещё в том числе. Но Белочка Слэпи просто слишком сильно похожа на меня, слишком сильно жизненный персонаж, поэтому всё равно она останется моим символом. Но это не значит, что я буду без конца только говорить про неё. Естественно, я буду говорить про неё только 90% времени, а не всё время, знаете, не все 100%. Ну ладно, кого я обманываю. Я говорю про неё довольно мало всё равно, но нужно будет однажды потом пересмотреть аниманьяков и запилить ещё парочку видосиков на эту тему, может быть, как-нибудь компиляции смешных моментов с ней или ещё что-нибудь, потому что авторские права вроде бы тут не слишком большая проблема, в конце концов. Вроде бы есть уже нарезки из этого мультсериала на Ютубе. Да, что я вообще начал сейчас говорить про всё это дело? Сейчас-то не особо важно. Ну, с другой стороны, понимаете, очередная тупая типичная арена думская. Мне вот не нравится ни Думай Тёрнл, ни Shadow Warrior 3. Обе игры меня разочаровали тем, что тупой арены геймплей бесконечно стреляла, стреляла с бесконечно возникающими из жопы врагов, всех вот этих вот. Это неинтересно. Так, закончили. Сейчас выкручу обратно звук, чтобы что-нибудь слышать. То есть я сейчас выкрутил на минимум, потому что настолько меня уже заманали все эти советские песни, миллиард раз слышанные. Альфа, прощаю. Ладно, прощаю. О, куча санкций встала в очередь в сортир. Все уже пообосрались и зависли. Только один тут стоит ещё живой. Теплица в нём жизнь какая-то. Хорошо. Данный мир ждёт, Серёж. Нам нужны бета-коннекторы. Но нужны так нужны. Вот, видите, мы как раз успели за эту серию полностью пройти ещё и вторую часть. За первую серию прошли одну часть, за вторую вот эту. То есть, получается, осталось ещё две серии, возможно. Хотя, тут ещё какой-то вот этот вот бонус уровней с гусём, возможно, он тоже займёт какое-то время. Потом пойдём сюда и сюда, соответственно. Возможно. Может быть, это, наоборот, финальный босс как раз-таки и есть. И есть, собственно, наше воплощение, возможно, этот самый гусь. Если я сейчас пойду сюда, то я закончу уже всё до ЛТ. Поэтому, на всякий случай, я сделаю бэкап сохранения. Ну вот, видите, тоже собрал большую часть яблок, хотя даже не пытался, собственно, их собирать. Но при желании можно пособирать ещё. Но зачем, если у меня уже есть всё, что мне нужно? Единственное, что у меня осталось, это просто набраться терпения и всё это дело как-нибудь пройти. Потому что, как видите, как бы я ни тупил и ни ругался, а главное, что я стабильно иду. И скоро мы, собственно, продолжим это всё стабильно проходить дальше. Просто нужно немножечко отдохнуть. Да, давайте пока что отдохнём и скоро продолжим.